Я бы сказал, что крайне ревностно относится к Юницким, признала технологию на экспертном совете Минтранса. Я могу сказать, что этой доказательной базы достаточно для того, чтобы создавать управляющие компании в Австралии, которые рассматривают уже десятки проектов на сотни и сотни миллионов долларов в Австралии. И здесь сейчас уже ставится вопрос, что если Анатолий даже в ближайшее время не сможет по разным причинам, связанные в основном с деятельностью конструкторского бюро и технопарка, поехать в Австралию, то рассматривается вопрос приезда сюда очень, я могу сказать, представительной делегации во главе с министром транспорта Южной Австралии, с рядом представителей муниципалитетов Австралии, с рядом представителей крупнейшего бизнеса Австралии, сюда на Марину Горку. И не исключено, друзья, не будем фантазировать, но было предложение, чтобы они приехали как раз 23 апреля и поучаствовали в том числе и в этом мероприятии. Поэтому не будем загадывать, но не исключено, что к нам еще и австралийцы пожалуют, на что мы всегда будем рады, потому что чуть больше австралийцами, чуть меньше австралийцами. Это я шутку, конечно, говорю. Это очень важное событие, друзья. И то, что у нас там готовится сегодня круглый стол на этом совещании, где будут присутствовать десятки крупных бизнесменов, которые рассматривают вопрос инвестирования крупных сумм, это, друзья, абсолютный факт. И эта работа ведется, и будут несколько, я могу сказать, сейчас трудно оценить, но больше десяти делегаций от губернаторов и мэров, которые будут рассматривать применение технологий Skyway на своих территориях, в своих городах, в своих концепциях развития. Поэтому я здесь не совсем соглашусь с тем, что сегодня крупные инвесторы не придут. Год назад, друзья, да, говорить о том, что сегодня мы привлекаем или работаем, было преждевременно. Сегодня, друзья, я не раз уже говорил такую размывчатую фразу, друзья, что поверьте мне на слово, я знаю, о чем я говорю, что интерес крупнейших инвесторов, крупных тут даже слова не подходит, крупнейших инвесторов сегодня присутствует. Другое дело, что для них доказательная база, для них юридическое обоснование еще не до конца готово. Да, друзья, это так, и мы с вами сначала говорили, что я когда два года назад проводил переговоры с крупнейшими фондами, мы всегда заканчивали тем, что когда вы покажете, тогда мы будем к вам более серьезно относиться. Сегодня приходит то время, когда мы говорим, друзья, мы это уже показываем, достаточно убеждения для вас сегодня, хватит ума, вы заработаете одно количество денег. Не хватит, ждите месяц, два, три, полгода, год, у вас будут другие условия, но, извините, друзья, тогда будут другие условия входа. И я могу сказать, что сейчас вот эта гонка за то, чтобы войти первым, она уже началась. И я могу сказать, что вот эта формула, которую вы тоже слышали, особенно кто на наши вебинары ходит не один день, помните, что когда я рассказывал про нескольких крупнейших бизнесменов, то всегда вводил такую формулу, что никто из них не хочет быть первым, то есть не хочет рисковать своими деньгами, которые имеют шанс быть потерянными. Но, друзья, у них у всех есть одна психология, никто из них не хочет быть вторым, они хотят все быть полтора, то есть заскочить, но при этом не рискуя, так не бывает. За этот год, друзья, мы с вами сделали основную работу, мы инвестировали, мы собрали сообщество людей, которое позволило себе инвестировать десятки миллионов и рублей, и долларов. Мы получили сегодня результат, этот результат сегодня абсолютно убедителен, он сегодня абсолютно доказателен с точки зрения научной и технической постановки. Сегодня выстроена юридическая схема, которая может быть удовлетворена для всех участников проекта, и поэтому сегодня, я могу сказать, начались уже серьезные работы по уже работе в конкретных странах, конкретных проектах, и причем довольно-таки крупных проектах. И об этом, друзья, вы будете по мере того, как это все будет развиваться, будете узнавать, потому что есть многие вещи, мы всегда об этом говорим, что есть горизонт целей, когда мы показываем то, к чему мы идем, а потом, когда достигаем, мы это показываем. Но то, что мы сейчас начинаем с вами обсуждать, друзья, это уже бизнес-модели, это уже бизнес-проекты, и многое, то, что мы будем до вас говорить, это уже будет являться коммерческой тайной, и, соответственно, это будет показываться, раскрываться и доводиться до вас, как акционеров, как партнеров, как инвесторов, уже по мере того, когда это будет защищено, первое, и когда это не будет вредить развитию общей концепции компании. Поэтому могу сказать, что этот процесс активнейшим образом ведется, и когда мы говорим, что краудинвестинг с большой долей вероятности к концу этого года будет закрыт, это значит, финансирование перейдет уже на заказчиков и на крупных игроков, и то, что сегодня модель будет видоизменяться, это, я могу сказать, 100%. И, соответственно, ту ценность, которую сегодня у нас есть, и те пакеты, которые сегодня с такими дисконтами можно приобретать и таким образом становиться владельцами вот этих инвестиционных венчурных пакетов, я могу сказать, что, друзья, спустя какое-то время вы оцените, что это такое, и я думаю, что очень многие пожалеют о том, что сегодня они для себя не принимали решение двигаться, инвестировать. Но это, друзья, дело каждого. Мы не тянем и не говорим, что хватаем мешки и вокзал отходит, мы доводим информацию, мы показываем преимущества, а вы сами принимаете решение вступать вам сегодня в такой венчурной стадии, которая, казалось бы, еще не очевидна всем. Вступать вам сегодня, поддерживать вам проект или нет. Поэтому, друзья, давайте шаг немножко назад. Ну, давайте, друзья, я не сторонник, чтобы отключать чат, чат пускай идет своим чередом. Тут очень много людей, которые просто попадают случайно. Есть кто-то специально вредит, то есть для того, чтобы внести сумятицу в работе вебинара и это самое. Поэтому, друзья, это нормально, но пусть чат идет и я как раз сторонник того, чтобы все мнения, которые есть, если там есть засланцы, то есть которые специально портят, вы их сами будете видеть и, соответственно, сами будете относиться к тому, что пишется и что делается. Друзья, значит, я хотел бы сейчас, прежде чем передать слово Алексею Суходоеву, акцентировать внимание на технических аспектах, которые произошли вот за вот эти две недели. Антон Леонидович не раз рассказывал, показывал на конференции, потом материал «Инновационная транспортная инфраструктура технологий Skyway», это вот то, что было представлено в Минтрансе, то есть то, что являлось как раз доказательной базой для экспертов Минтранса. Как раз здесь есть все, и история технологий, и перспективы технологий, и направления, и то, что было сделано, и то, что сегодня сделано. Поэтому, Алексей, если можно, ссылку, этот материал в открытом доступе в компании есть, и, соответственно, я рекомендую вам всем получить его, очень хорошо изучать, и пользуйтесь им как, ну, таким настольным материалом, потому что все цифры, все обоснования, вся физика, вся математика того, что есть, она там присутствует, и более того, она прошла апробацию на экспертном сообществе. Поэтому более грамотного составленного документа на сегодняшний момент не существует. Поэтому просьба прям скинуть на него, да, вот именно это та самая презентация, которая покорила экспертный сайт. Поэтому, друзья, изучайте, смотрите, с точки зрения техники, это самое полное доведение цифр информации, и то, что мы дальше будем всегда с Алексеем говорить, мы всегда будем показывать, на какой странице, какие цифры мы приводим и что это делает. Да, Алексей, у меня еще просьба, скинь эту ссылочку, пожалуйста, Морозову Виктору Васильевичу, он тоже очень просил получить и посмотреть этот материал. Прямо на почту ему скинь, вот, он тоже очень этим материалом заинтересовался. Вот, поэтому, друзья, и сегодня мы с вами поговорим об аэродинамике, потому что аэродинамика, то есть вот здесь на одном из слайдов, то есть вот я прям буду это показывать, раз это самое, что есть, это продувка в аэродинамической трубе, которая проводилась 10 лет назад в институте аэродинамики в Санкт-Петербурге, все расчеты, которые есть, и, соответственно, вся физика, материал, который там изложен. Значит, почему это, друзья, надо знать обязательно? Потому что мы столкнулись с чем? Когда подписали протокол Минтранса, то в чатах, особенно мне, там писали, что ну вот если бы Путин поддержал и написал, что этот проект нужен, ему надо дать деньги, то я понимаю значимость этого документа. А то, что 31 эксперт в области транспорта из различных компаний, Министерство ведомств сказали, что да, этот транспорт инновационный существует и готов к внедрению, это, в общем-то, наверное, ни о чем. Это для тех, друзья, кто не понимает. Я уже объяснил, почему огромная ценность и важность экспертам, которые наобстроены недоброжелюбно, которые конкуренты и которые цели задачи которых задавить технологию, когда они признают. Это, друзья, очень дорогого стоя. Второй очень важный момент, который сегодня идет с точки зрения уже аэродинамики, это надо понимать физику процесса. И как раз очень много задает вопрос, особенно для новичков, что чем этот транспорт отличается от других? А почему сегодня это не может сделать, допустим, там японцы или Эллен Маск? Или почему сегодня то, что вы делаете, утверждается, что уникально? И вот как раз, друзья, вот аэродинамика и то, что сейчас я буду говорить, это несколько для тех, кто не владеет физикой, и, наверное, будет несколько сложное восприятие, но я так, обладая определенным навыком преподавания физики в школе, я все-таки три года аж физику преподавал, я попробую рассказать вам это довольно-таки простым, доходчивым языком, чтобы вам было понятно, почему сегодня открытие струнного транспорта и почему то, что мы сегодня делаем, это является уникальной и не имеет альтернативы. Еще раз скажу, не имеет альтернативы. И многие технологии, которые сегодня уже пытаются применяться, то есть мы проводили анализ с поездом на магнитном подвесе, Анатолий Иванович очень много показывал, мы проводили сравнение с технологией, которую предлагает Эллен Маск, это гиперлук, то есть это петля, которая в разряженном пространстве двигается с большими скоростями. Так вот, друзья, эти все технологии и все направление объединяет одно, это желание снизить трение, трение качению. И, соответственно, исходя из этого, немцы, которые потратили почти 40-50 лет на создание транспорта, который висит в воздухе, это так называемая магнитная левитация, это трансрапид, потратили на это 6,5 миллиардов евро, сделали абсолютно никому не нужный транспорт, который нигде сегодня в мире не применяется. Соответственно, это тупиковая, ее построили только одну дорогу в Китае, Шанхай аэропорт, и больше весь разумный цивилизованный мир отказался от этой технологии, потому что скорость у нее приближается к 350 км в час, но при этом КПД снижено ниже КПД паровоза, то есть 11%. И Анатолий Дуарович не раз показывал на примерах, покажем еще раз вебинары, почему это происходит, не буду это сейчас повторять. То есть думайте, что спустя 150 лет после изобретения паровоза, у которого КПД было 14%, 200 км в час у нас еще в Царской России давали скорость паровоза, которые, соответственно, спустя 120 лет увеличили скорость всего на 50%, и при этом снизили КПД производительности энергии. Поэтому я могу сказать, что это прорыв с точки зрения техники, это, конечно, большая глупость. И с такими направлениями в технике они тоже, конечно, не приводят. И самое главное, друзья, что рынок и применение технологий показало, что мы не видим сегодня на каждом углу поездов на магнитной подвесе, потому что сегодня использовать это абсолютно нерационально. И таким образом, борясь с силой трения, они, как эксперты, как те, которые делают, а Сименс, который тратит миллиарды евро, еще раз скажу, миллиарды, 6,5 миллиардов было потрачено на эту технологию, и хоть как не назовешь идиотами, но они боролись с причиной, которая не является основной. Они боролись с трением, качением. Поэтому на сегодняшний момент это абсолютно не дало никакого эффекта. Я могу сказать, по этому же пути, друзья, идет Элон Масс, который предполагает использовать гиперлуп, то есть движение в вакуумной трубе. Они также предполагают откачать воздух из трубы, для того, чтобы там можно было двигаться с большой скоростью. То есть, опять же, для того, чтобы снизить сопротивление, и для того, чтобы бороться с трением. Так вот, друзья, сегодня авиация, которая борется с сопротивлением, поднимаясь на большую высоту, но при этом, представляете, что сотни тонн мы сначала должны поднять с огромными затратами энергии на высоту 10 километров, потом опустить, при этом сжигается в среднем 10 литров топлива на одного пассажира на 100 километров. И другими сегодня, Airbus, который сделал максимально большой самолет, сегодня еле-еле приближается к цифре 7-8 литров на 100 километров на одного пассажира. Поэтому, представляете, когда он летит тысячи километров, когда там сидят сотни пассажиров, представляете, какое количество керосина. Все это сжигается в стратосфере, и эти птеродактели цивилизации сегодня, предоставляя нам услугу скоростного перемещения, насколько сегодня они портят экологию, насколько сегодня это неразумный способ передвижения. Но мы готовы платить за скорость, и мы боремся с последствиями, которые дают. Что предложил инженер Юницкий? Он это тоже не раз говорил и показывал, что основное при скоростном движении, друзья, это аэродинамика, это сопротивление, и поэтому надо улучшать аэродинамику. А с учетом того, что сегодня в аэродинамике, это те, кто не знает, что это такое, есть основные три качества, которые сегодня не позволяют ей преодолевать определенные барьеры, то есть для самолета это аэродинамический парашют, потому что когда самолет движется, у него есть обязательно двигатели, эти двигатели выбрасывают с огромной скоростью назад возмущенные потоки воздуха, это создает зону повышенного давления, это, друзья, азы аэродинамики, поэтому относитесь к этому очень спокойно, проверяйте каждое слово в Википедии, в интернете. Соответственно, когда движется самолет, сзади него есть такой парашют, то есть который он тянет давление, поэтому есть определенные значения, которые превысить невозможно. На сегодняшний момент коэффициент аэродинамического сопротивления ЦХ для лучших самолетов военных это примерно 0,1, для спортивных автомобилей это где-то 0,3-0,4 ЦХ. Я объясню потом, что это такое. Это просто цифровой показатель аэродинамического сопротивления. Почему его необходимо знать? Потому что на скорости свыше 300 км в час более 80% энергии уходит на сопротивление воздуха, а со скорости 500 км в час более 95% энергии уходит на преодоление сопротивления воздуха. Могу привести такой пример, что только дворники на самолете, которые позволяют летчику смотреть и видеть взлетную полосу, она нужна только для одного, когда самолет садится, чтобы видеть полосу визуально. Так вот, только эти два дворника увеличивают мощность двигателя на 1500 кВт. Думайте, что мощность хорошего спортивного автомобиля это порядка 1000 кВт. Так вот, это только два дворника. А по двигателю, который сегодня там по 70 тысяч кВт, представляете, что такое самолет и, соответственно, какую аэродинамику он развивает. Теоретически возможный коэффициент аэродинамического сопротивления, который рассчитал Жуковский еще в конце 19 века, это примерно 0,043 коэффициент сопротивления, который возможен для идеального тела. Но это тело с точки зрения самолета, автомобиля и поезда создать невозможно. У автомобиля, вот как вы видите на слайде сегодня, на первом, есть второй очень большой недостаток. Он едет по дороге и мало того, что у него шины, то есть на преодоление сопротивления уходит 40% мощности двигателя, то есть преодоление трения качения. Так вот, соответственно, там еще возникает эффект крыла. То есть когда автомобиль движется по дороге, под автомобилем, под днищем возникает огромная зона повышенного давления, которая пытается автомобиль оторвать от земли. И на больших скоростях, вот в формуле 1, необходимо создать форму, которая прижимает автомобиль к земле. И со скоростью 300 км в час до, как я уже говорил, 80% мощности уходит на то, чтобы прижать автомобиль к земле. Соответственно, скорости на 500 км в час достичь практически невозможно. Соответственно, рекорды скорости, которые там приближаются к скорости звука, они уже идут на автомобилях, на которых стоит реактивный двигатель. То есть, естественно, ни о какой экономичности, друзья, это речи быть не может. А вот теперь, исходя из вот этих же цифр, которые есть, я вам приведу, друзья, пример и цифру для того, чтобы вы понимали, что такое с точки зрения экономики нашей с вами. Это коэффициент аэродинамического сопротивления. Так вот, смотрите, если мы возьмем сегодня идеальную форму 0.2, которая есть у автомобиля, и та форма, которая есть у Unibus, который показан на крайне правом слайде. У них разница 0.05 и 0.2. То есть, соответственно, 0.15 – это разница коэффициент сопротивления аэродинамического. Дальше идет выкладка, что это такое в киловаттах мощности. И здесь дальше Юницкий предлагает очень интересное такое размышление цифру, что улучшение на 0.15 аэродинамического сопротивления одного Unibus по отношению к автомобилю за 25 лет эксплуатации, а это средняя эксплуатация одного Unibus, при этом миллион штук, которые сегодня будут эксплуатироваться, у нас сегодня миллиард автомобилей в мире, поэтому миллион – это однотысячное от того количества автомобилей, которое есть. Так вот, за 25 лет эксплуатации – это 22 миллиарда тонн топлива стоимостью 20 триллионов долларов. Чтобы было понятно, весь бюджет России сегодня не превышает полтора триллиона. Вот, друзья, что такое аэродинамическое сопротивление. И на сегодняшний момент это аэродинамическое сопротивление практически идеальное, которое 0.05 здесь прописано, оно просчитано. И что самое важное, это уже обсчитанные образцы, прототипы именно движения подвижного состава, которые сегодня уже созданы, и это являются стопроцентными прототипами подвижного состава, которые будут двигаться уже по реальным трассам. Про ДУТа – это в аэродинамических программах, которые обсчитаны. И что самое главное, друзья, буквально на прошлой неделе проведены испытания, и в Институте аэродинамики в Санкт-Петербурге получены цифры. Соответственно, подтверждено. Я не буду останавливаться сегодня на этих цифрах. Я думаю, что буквально на этой неделе, может быть, начало следующей недели, когда будет официальный протокол, когда будет официальный документ, Анатолий Иванович обязательно это в своих репортажах озвучит, покажет, и мы с вами реально узнаем, какую же цифру, то есть какой коэффициент аэродинамического сопротивления было реально подтверждено и получено в Аэродинамике и в Санкт-Петербургском институте аэродинамики. Поэтому я могу сказать, друзья, что в том виде транспорта, в том виде коммуникации, в том виде системы, которую мы сегодня с вами работаем и создаем, аэродинамика – это ключевое значение. И как раз одна из основных столпов технологии Skyway, именно струнных технологий инженера Юницкого, состоит в том, что он на порядок, качественно улучшил аэродинамику. И это оказалось достаточным для того, чтобы перейти на коэффициенты потребления топлива, то есть на приведенный коэффициент, то есть, как я говорил, что у самолета сегодня самое лучшее – это 7-8 литров керосина на 100 километров на одного пассажира, то юнибусы вполне позволяют сегодня выходить на показатели 100 грамм на одного пассажира на 100 километров. Сами вы знаете, 7 литров и 100 грамм. То есть это более чем на порядок отличающаяся цифра. Соответственно, это экономия, это стоимость эксплуатации, и в конце концов, это экология, потому что это, представьте, за 25 лет 22 миллиарда тонн надо добыть и сжечь нефти. Думайте, сегодня в мире добывается порядка 5 миллиардов тонн. Так вот, я могу сказать, что это экономия почти в треть всей нефти, которая сегодня сжигается. Поэтому, когда мы говорим «строй Skyway, спасай планету», это значит, мы с вами будем перемещаться, а эта нефть не будет добываться, не будет сжигаться и не будет гадить той природе, которой мы с вами сегодня живем. Поэтому для нас, друзья, «строй Skyway, спасай планету» – это не пустые слова. За каждой цифрой, за каждым научным утверждением, который потом теоретически, а который потом практически подтвержден, стоит огромная наука, стоит огромная работа и очень серьезные расчеты. Поэтому, еще раз, друзья, обязательно возьмите этот материал, обязательно его всегда держите перед глазами, изучайте сами, давайте тем, с кем вы опланируете, или особенно ульники, которые начинают утверждать по поводу натяжений, по поводу упадет-не упадет. Давайте, друзья, смотреть. Так, бумажный вариант презентации. Так, отличия в коммерческой социальности, то есть могут ли цифры сильно отличаться запланированно от реальных предпроектирований, и не байка один к одному. Значит, друзья, это как раз, да, абсолютно правильный научный вопрос, потому что это аэродинамика, а там абсолютно работает закон масштабирования. То есть, если у вас действующая модель продукта, и получаются определенные коэффициенты, то при построении один к одному все эти законы сохраняются. То есть, у авиационщиков, у тех, кто занимается авиацией, знаете, наверное, что если летит модель самолета, соответственно, обязательно полетит и прототип. Потому что это действующая модель. И там законы сохранения переносятся один к одному. Можно ли канадскую диссертацию написать по Skyway? Да, Елена, мне писали. Да, я думаю, что вполне можно. Тем более, это время по диссертациям уже пришло. Поэтому, друзья, что я хотел вам донести и что я хотел сказать. Что на сегодняшний момент аэродинамика, что является ключевым значением в технологии Skyway, и если это кто-то не понимает, то просто поверьте, а тот, кто понимает, то посмотрите на цифрах, на тех презентациях, которые есть. Сегодня аналогов того, что предлагает Skyway, нет близко, даже близко нет ни у железной дороги, ни у самолета, ни у автомобиля. Потому что за счет того, что юнибус приподнет над землей, за счет того, что разведены два рельса, и он движется на расстоянии, то есть фактически в пространстве, и за счет того, что у него очень близкая уже к идеальному аэродинамическая форма, то есть видите, юнибус, который движется, он раздвигает пространство, проходит, и дальше происходит схлопывание, то есть вот этот хвост сзади, который мы так называем хвостом дельфина, он служит для того, чтобы не происходило возмущение потока за юнибусом, потому что любое возмущение, это сразу аэродинамический парашют, это сразу падение мощности, это сразу увеличение затрат эксплуатации. Сегодня всех этих недостатков у юнибуса нет. Я вам могу сказать, что те результаты, которые получены сегодня, и пока обрабатываются протокольно, я думаю, что они просто взорвут весь научный мир, потому что никто таких цифр в аэродинамике еще никогда не получал. Ну и второе я могу уже от себя добавить, потому что я свидетель всего, что происходило. Юницкий не был бы Юницким, если бы он не улучшил аэродинамическую трубу, которую вы сейчас видите, то есть это в этой же трубе и продувалось, только это 10 лет назад фотографии, а новые фотографии, надеюсь, увидим в ближайшее время, и если бы Юницкий не указал на недостатки работы института, который десятками лет продувал, но не мог учесть определенных факторов, которые Юницкий им тут же указал, и таким образом они сами поблагодарили о том, что продувая модель юнибусов, Юницкий еще и улучшил работу института. Но это, друзья, по-моему, абсолютная закономерность. Туда, куда приходит Skyway, там улучшается все. Поэтому давайте дождемся сейчас, друзья, результатов официальных продувки, узнаем официальные протоколы и те коэффициенты, которые сегодня получены. Единственное, что я могу сказать из общения с экспертами, из общения с Анатолием Дуарьевичем, я понял, что коэффициенты и данные, которые экспериментально подтвердили расчеты и продувки, они не очень сильно отличаются. Поэтому, друзья, меня это очень сильно радует. Значит, все расчеты, которые были сделаны, все экономические выкладки, которые мы с вами применяем в эффективности Skyway, они верные. Поэтому я думаю, что нас ждет еще одна очень интересная новость в ближайшее время. Это результаты аэродинамических исследований. И я могу сказать, что это будет не просто бомба или прорыв, это будет очень серьезная заявка на то, что научный мир на проект Skyway будет смотреть совсем другими глазами. Ну вот, друзья, я коротко, насколько я могу, и насколько доходчиво я попытался вам рассказать о том, почему сегодня аэродинамика отличается юнибусов и Skyway от всего, что есть. Ее нельзя даже сравнивать ни с автомобилем, ни с железной дорогой, ни с самолетом. Почему сегодня традиционный транспорт, даже близко на порядок, отличающий цифры, не может приблизиться по эффективности эксплуатации к таким скоростям и к таким... И я могу сказать, что это, друзья, не единственное преимущество, которое есть у Skyway. Потому что дальше есть еще сама струнная эстакада, дальше есть, соответственно, технологичность и возможность строительства в различных грунтах. То есть это труднодоступность и сегодня абсолютно новый метод построения путевой структуры. Это, друзья, мы с вами будем уже обсуждать и делать по мере того, как будем видеть монтаж в Марьиной горке, по мере того, как будет уже демонстрироваться и показываться эстакада. Поэтому я могу сказать, что в каждой конкретной точке, которая сегодня есть у технологии Skyway, она радикально отличается от того, что мы сегодня видим, от того, что сегодня эксплуатируется. И поэтому сравнивать сегодня эти показатели практически невозможно. Хотя многие умники или многие эксперты, собственно, пытаются. Поэтому, друзья, вы четко должны понимать, что сегодня научный эксперимент, который подтвердил сначала теоретические расчеты, потом компьютерные расчеты, а сегодня уже моделирование Skyway, они сегодня просто колоссальны. И я могу сказать, опять же, друзья, это наша с вами работа, это наши с вами общие результаты, потому что это все достигнуто. Конструкторским бюро, которое мы с вами формируем и финансируем, и которое работает благодаря нашей совместной деятельности, это создано инженерами, которые сегодня создают уже и модели, и путевую структуру, и это сегодня создано теми рабочими, которые строят сегодня Марьину Горку, полигон и, соответственно, всю технологию, которую мы сегодня с вами будем демонстрировать. Поэтому еще раз, друзья, с этим, наверное, нас поздравлять рано, потому что дождемся официальных результатов, дождемся официальных протоколов, дождемся тогда, когда Юницкий сам нам об этом все расскажет и сделает, но понимание важности, друзья, я думаю, должно быть у вас полное, чтобы для вас не было пустым звуком, когда скажут, ЦХ там 0,0, столько-то, вы говорите, ну и что? Что с этого ЦХ, понимаете? А когда вам говорят, друзья, это 20 триллионов долларов, но 20 триллионов вы тоже не можете представить, но тогда вам говорят, это 100 грамм на 100 километров на одного пассажира. Ну, здесь вы подумаете, сколько вы сегодня заливаете бензин, и сколько вы будете заливать, или, точнее, сколько будет тратиться, когда будет ехать Юнибус. Заливать туда ничего не надо, он будет работать по другим принципам. Ну вот, друзья, на этом я эту часть буду заканчивать. Я передаю слово, вы нас агитировали в СВИГ, не уходите от ответа, мне тоже не все нравится в СВИГ, тем не менее, нужна достоверная информация. Дмитрий Киев. Значит, друзья, могу вам четко сказать, то есть для нас с Алексеем разницы между СВИГом, капиталом, РСВ нет никакой. Это все инвесторы, это все технология Skyway. То есть и на вебинарах СВИГа, и на вебинарах мы всегда рассказывали, и здесь будем рассказывать только по технологии Skyway и по инвестированию в Skyway. Поэтому здесь к нам никаких, не то что вопросов быть не должно. И, соответственно, деление, друзья, я могу сказать, это тоже идет от лукавого. Никакого деления здесь быть не должно. Но четко есть сегодня программа и процесс конвертации акций СВИГа в обязательства РСВ. Поэтому я думаю, что этот процесс обязательно идет. На теле мосту, который проводил СВИГ, четко было сказано, что все, кто инвестирует в СВИГ, автоматически становятся акционерами РСВ. Поэтому, друзья, главной компании здесь нет никаких вопросов и нет никаких расхождений. Ну а по поводу команды, мнений, я считаю, что команд должно быть много. С ВИГ сформировалась своя команда, они занимаются своими вещами, они занимаются своей методикой и формой обучения. Я считаю, что, наверное, для них это может быть и кого это устраивает, и кому это нравится. Пожалуйста, работайте. Я считаю, что наше с Алексеем место, это в головной компании РСВ, и поэтому мы будем вести свои вебинары для тех, кто в проекте, для тех, кто инвестирует, для тех, кто интересуется и для тех, кто дальше развивает проект. Поэтому, друзья, когда вы пытаетесь делить, или нам говорят, вы за левых или за правых, друзья, мы всегда будем отвечать, мы за Skyway. Мы никого не делим, а если кто-то на кого-то пытается делить, это на его личной совести. Итак, друзья, давайте, Алексей, тебе слово. Потому что, друзья, мы будем отвечать на эти вопросы, потому что они будут возникать постоянно, и чем дальше, тем больше. Поэтому, друзья, ничего здесь такого странного или страшного нету. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. Алексей, тебе слово. Благодарим. Огромная благодарность Сергею Анатольевичу. Друзья, ну, собственно, по поводу аэродинамики тоже, по поводу свик там и так далее, я думаю, что всем ответ на вопрос понятен. То есть, он у меня такой же, у нас обоюдное мнение. Сергею Анатольевичу, если у кого-то бы мнение отличалось, то кто-то бы остался свик, и, соответственно, тут деления не может быть на самом деле. Потому что проект общий, и изначально, когда я входил в феврале 2014 года, была головная компания. Но, собственно, все сейчас меняется. Мы должны подстраиваться под среду, под агрессивную среду, которая была в нашем проекте изначально. И, соответственно, появились фонды, это нормальный процесс, это в какой-то степени конкуренция, и всегда должны быть конкурирующие команды. Но давайте вернемся к теме нашего вебинара по аэродинамике. Я, как человек, закончивший по специальности высшее учебное заведение, инженер-механик сельскохозяйственных машин, с углубленным знанием французского языка, могу сказать, что сопромат, термех, физика и так далее, все это для меня не пустой звон. Естественно, что-то забывается, но я пришел к выводу, что развивая проекты, упаковывая проекты сейчас и донося информацию до потенциальных, в том числе крупных инвесторов, нужно учиться, если вы не общаетесь с техническим специалистом, максимально просто. На самом деле я очень долго к этому шел и начал именно вести вебинары максимально просто, я надеюсь, что вы заметили по вводному вебинару, но хотел бы по аэродинамике сказать несколько слов, которые, я думаю, вы сможете донести любому человеку, технически подкованному или нетехнически подкованному. Во-первых, вдумайтесь в логотип прошлой Skyway, струнных технологий, капля. Почему выбрана капля? На самом деле ответ, он очень простой, потому что у обтекаемого тела, похожего на вытянутую каплю, то есть вот вы можете представить также наш юнибус и такая же форма капли, именно высокоскоростного подвижного состава. И многое сейчас современные изобретатели и апогеи, так скажем, и именно верхом совершенства в научной гениальной мысли является Анатолий Эдуардович Уницкий. Я с удовольствием узнал новость, что даже аэродинамическая труба была улучшена у самого института продувки. Это, друзья, заставляет задумываться, кто у нас вообще генеральный директор, генеральный конструктор и президент международной компании Skyway. То есть, и, соответственно, CX равен 0.04. Какой будет у нас CX при продувке, покажет время уже официально, и мы искренне надеемся, что сам Анатолий Эдуардович объяснит, и это не сделает никто лучше, чем Анатолий Эдуардович. У Сферы это 0.47, у Куба, соответственно, это один с лишним. И есть два способа снижения именно коэффициента аэродинамического сопротивления и вообще улучшения показателей. Это один из двух, так скажем. Их много, но я остановлюсь на двух. Первое – это уменьшение площади поперечного сечения автомобиля. То есть, соответственно, с уменьшением площади поперечного сечения автомобиля, то есть, с уменьшением его габаритных размеров, сопротивление воздуха снижается. То есть, воздух ударяется меньше на корпус автомобиля. Но, соответственно, современные тенденции, я не говорю про железнодорожный транспорт, я не говорю про именно тенденцию в автомобильном строении, то есть, кроссоверы и так далее. Сейчас невозможно использовать вот этот факт для снижения сопротивления, влияния сопротивления воздуха на корпус подвижного состава. И остается второй и единственный, как оказалось, вариант – это оптимизация именно процесса обтекания кузова. То есть, от обтекания кузова, и критерием которого, критерием совершенства является как раз-таки CX, коэффициент аэродинамического сопротивления, который у самолета-истребителя военного-спортивного – это 0,1, у Bugatti Veyron – это 0,3. Если говорить вообще про возможные на сегодняшний день CX показатели у спортивных автомобилей, максимально возможные и невозможные, они не созданы, но теоретически в теории максимально возможные – это 0,1, 0,15. И, собственно, много материалов об этом говорят, но, тем не менее, вообще у первых автомобилей был коэффициент аэродинамического сопротивления 0,3, 0,4, далее 0,28 и так далее. Соответственно, вдумайтесь в то, что форма вообще вот юнибуса, юнибайка, она появилась не просто так. Не просто так у нас красивая форма. То есть я обращаю ваше внимание, в первую очередь, новичкам именно на очень красивый дизайн. И это не то, что красивый дизайн делают дизайнеры, промышленные дизайнеры. Это как раз-таки та аэродинамика. И аэродинамика у нас сразу улучшается в два раза, как раз-таки, когда мы находимся на втором уровне. То есть мы избавляемся от свойства и воздействия крана, то есть что является железнодорожное полотно, что является асфальтовое покрытие. У нас перемещается по рельсу стальное колесо, соответственно, высоко аэродинамичный подвижной состав. И CX, ну искренне будем надеяться, что он будет достигнут показателей 0,0,5, 0,0,6. И это будет действительно революцией в современной аэродинамике. Но вот я сам увлекаюсь наукой и статьи такие время от времени читаю и прихожу к выводу, что многие современные изобретатели берут многое из природы. И как раз-таки Анатолий Эдуардович Уницкий, я думаю, что неспроста была выбрана именно форма капли. И, возможно, Анатолий Эдуардович опытно, экспериментально к этому пришел. И, скорее всего, это так и есть, потому что ко всему Анатолий Эдуардович подходит именно логически. И это было рассчитано. Более того, к идеальной форме капли может приблизиться подвижной состав, потому что наибольшее сопротивление воздуха, наибольший опрокидывающий эффект момент при перемещении у скоростного автомобиля обычного возникает именно на высоких скоростях. И на высоких скоростях, на самом деле, это уже серьезная задача, серьезная именно проработка вопроса у всех направлений КБ. То есть, аэродинамика, она же складывается не только от обвода в корпус, от систем охлаждения и так далее. И вот приведу сравнение, что 300 лошадиных сил бензиновый двигатель выделяет в виде тепла около 450 кВт. И представьте, вот этого показателя хватило бы для отопления двух особняков, приличных одноэтажных особняков. То есть, представьте, это всего лишь автомобиль. И 300 двигателей с мощностью 300 лошадиных сил, это достаточно распространенное явление. В первую очередь, американцы любят большие автомобили, мощные автомобили. И сейчас тенденция как раз-таки идет на снижение требуемой необходимой мощности. Это будет именно уходить в концепцию и логику именно транспорта второго уровня. И то, что Раймонд Курцвелл и другие представители пятого технологического уклада прогнозируют автоматически пилотируемые с помощью системы автоматизированного управления и так далее автомобили, но они будут находиться на втором уровне. И только логика ухода на второй уровень, сегодня это также непонятно и не принимается именно в общем обиходе научной мыслью, потому что это не вошло в транспортный рынок. Но как только первый юнибайк, первый юнибус поедет, начнется конкуренция. Но, друзья, я могу вас здесь заверить, так скажем. Общаясь неоднократно с Анатолием Эдуардовичем Юницким, я думаю, что ни у одной корпорации вообще вот, и в этом счастье, в этом действительно наша удача, вступление в встроенные ряды инвесторов, акционеров и просто зарегистрированных участников. зарегистрированные участники получают в виде экономии на привлечении более мелких инвестиций по сравнению с расчетами. Соответственно, можно выделять пакет акций, то есть по 100 акций для просто зарегистрированного новичка. И, друзья, тут можно сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий, создавая четвертое поколение технологий, скорее всего, уже в голове рождается пятое и шестое поколение технологий. И в этом плане мы всегда будем с опережением. Я думаю, что это замечательное именно качество нашей корпорации, то, что мы обгоним действительно всех и навсегда. Предпосылки в финансовом плане для этого есть. Предпосылки в техническом плане для этого абсолютные и бескомпромиссные, бесспорные. То есть многие сейчас, я думаю, профессора, эксперты, которые являлись пессимистами, когда они услышат новости о Skyway уже по телевидению, а многие, я думаю, смотрят все еще телевидение, так как манипуляции со знанием и так далее происходят как раз-таки про телевидение. И представьте, насколько большой поток захочет участвовать в этом проекте, просто участвовать, просто войти. Я думаю, что направление именно построения инвест-проводящей системы, оно у нас будет продолжаться на адресные проекты, которые инициируются именно инвест-проводящей системой, которые инициированы именно выходцами из стройных рядов акционеров и инвесторов Skyway. И более того, я могу вам сказать, что сейчас, ввиду того, что мы полностью сосредоточены с Сергеем Анатольевичем на работу в RSV, в Skyway Capital, и сейчас, чуть попозже, я остановлюсь на пакетах для новичков. Обязательно используйте возможность вкождения в корневую компанию, в инвестирование, либо в Skyway Capital, либо в RSV, как вы пожелаете, либо в Skyway Invest Group, кто захочет получить обучение, квалифицированное, на его взгляд. Мы все единое поле. И, друзья, давайте действительно, как вот Анатолий Эдуардович Юницкий умудрился, и действительно в этом гениальность мысли президента международной группы компании Skyway, умудрился максимально снизить эффект сопротивления воздуха на подвижной состав. Давайте максимально снижать сопротивление воздуха окружающей агрессивной среды на наш проект. И внутри, соответственно, никакого сопротивления воздуха, если мы уж говорим об аэродинамике сегодня, здесь, сейчас, не может быть. Мы все двигаемся в едином поле. Мы все единый, высокотехнологичный, аэродинамичный подвижной состав. И, друзья, мы сейчас разгоняемся, мы сейчас набираем обороты, и достигнем показателей 500-600 км в час. Естественно, я это говорю в переносном значении этого слова. То есть уже в конкретике будет за нас это все осуществлять технология. Но, друзья, наш проект уже не просто развивается, он едет. И он полетит. Он полетит в 2016 году. Для этого все возможности, все предпосылки есть. И не упустите возможность именно сегодня. Используйте удачу, используйте шанс инвестирования. Вот на примере Skyway Capital. Очень выгодные пакеты. Спросите у тех, кто вас пригласил на данный вебинар. Я думаю, что каждая корпорация в ближайшем будущем позавидует нашей армии поклонников Skyway, нашей армии именно сподвижников Skyway, нашей армии проводников Skyway. И, друзья, мы с вами и есть начало этого рынка. Мы с вами и есть как раз таки будущий потребительский спрос. Я думаю, что каждый, кто инвестирует в технологию Skyway, желает перемещаться быстро, дешево и безопасно. И взгляните на эти цифры. Вот эти цифры, которые в акциях, они могут превратиться даже потенциально один к одному. А наши прогнозы, что теоретически это может быть еще больше, при тех темпах, при тех предпосылках, которые уже сформировались в 2016 году. И мы всех вас приглашаем на именно уже серьезное мероприятие, серьезное мероприятие по посадке фруктовых деревьев. Все обязательно будьте на мероприятиях. Нужно быть об этом не раз и не два. Говорят сетевые лидеры, у нас сетевое построение корпорации. Давайте от таких незыблемых принципов развития командного духа, развития команды наших структур, общей структуры нашего проекта и смазывания механизма снижения, опять же, сопротивления, агрессивные на данный момент, но уже менее агрессивные, окружающие среды, которые вне нашего проекта. Используйте свой шанс, садите деревья. И, собственно, 23 апреля, те даты, которые были озвучены, сейчас, я думаю, что имеет смысл уже бронировать билеты, заказывать билеты тем, кому это действительно интересно, тем, кому это действительно важно. Но если говорить про монеты, я приобрел монету, и вообще не было никаких сомнений в приобретении этой монеты. Я думаю, что эта монета будет нести в себе как очень серьезную коллекционную ценность, энергетическую ценность, и я думаю, что группа компаний Skyway не просто так эту монету вводит. Я думаю, будут какие-то привилегии, какие-то преференции для тех людей, которые обладают обычной металлической, то есть это не ценный металл, обычной монеты, но, собственно, используйте возможность, потому что в 2017 году такой возможности уже может не стать. Я благодарю вас за внимание, если есть у кого-то вопросы, то также с удовольствием на них отвечу. И надеюсь, поставьте плюсики, для кого информация именно была простой, понятной, потому что я сейчас над этим работаю, чтобы не техническими терминами, а именно просто донести информацию по поводу аэродинамики, и чтобы вы передавали от человека к человеку. А в Facebook недавно доказали, что через социальные сети, не через теорию, пяти рукопожатий мы можем достичь любого уровня, любого человека, а уже через три с половиной человека мы можем достичь генерала, министра, и таким образом развивается наш проект. Друзья, это не начало, но это еще не середина. Нас ждут большие вершины, большие адресные проекты, и те, кто принял участие и принял решение сегодня развиваться и способствовать развитию проекта Skyway, на мой взгляд, это более чем своевременное, правильное и выгодное, не побоюсь этого слова, решение. Благодарю за внимание, с вами Сергей Анатольевич Сибиряков, Суходоев Алексей Владимирович, Суходоев Алексей. Мне всего лишь 30 лет, собственно, судьба изменила очень серьезно, именно при вхождении в проект, это может сделать абсолютно каждый. Я очень сильно завидую тем молодым ребятам, которые в 20-21, есть 18-летние, есть 14-летние инвесторы, которые заходят через родителей. К сожалению, у нас таких возможностей не было, и я думаю, что мы бы обязательно использовали, используйте и вы. Благодарю за внимание, всем счастливо, до скорых встреч на общих технико-экономических вебинарах. И давайте также напоследок пройдем опросник. И в первую очередь отвечайте для себя конкретно и честно, потому что это неотчетность, сколько от новых людей вы готовы, вот услышав данную информацию, услышав подачу данной информации, приглашать на технико-экономические вебинары, именно на обводные, именно для новичков. Потому что когда человек попадет на расширенные, мозг может закипеть, как и было у многих из нас. Я думаю, все это прекрасно помнят на первых вебинарах технико-экономические, когда вел один Сергей Анатольевич. И Сергей Анатольевич также очень сильно волновался на первых технико-экономических вебинарах. Но сейчас у нас ведутся вебинары на разных языках, будут также редкие языки. Сегодня, собственно, ведутся серьезные переговоры. Мы развиваем как структуру, так и адресные проекты, так и общий вектор, именно положительный, направляем SkyWay, чтобы наши с вами инвестиции действительно скапитализировались по тем критериям и по тем хотелкам, желаниям, которые мы закладываем себе в голову. Благодарю за внимание, всем счастливо, пока! Спасибо, Алексей! Очень мне нравится, как сейчас мы ведем и делаем. Но это, друзья, опыт. И я могу сказать, что когда на прошлой неделе мы одновременно вели вебинары для SkyWay, для Капитала и для Свига, то я как раз в это время был еще... Я не помню, я помню в Минске. Нет, не в Минске, здесь на встрече не мог в некоторых вебинарах участвовать. Алексей провел за день 8 вебинаров. И как вы думаете, проводя 8 вебинаров в день, человек повышает свою квалификацию или повышает свой... Поэтому я могу сказать, что, конечно, как и что происходит, и мы все, все, кто ведем конференции, все, кто ведем вебинары, встречи, я могу сказать, этот год, конечно, дал очень много и очень серьезной работы. Мы наработали очень большой научный потенциал, развивая именно экономическое направление. Это связано с шестым, потом уже седьмым технологическим укладом, который показал Юницкий. Мы развили теорию именно линейных городов, как это стало складываться, и к чему это как будет приводить. И дальше уже пришли к практическим проектам, к практическим применениям. Это тоже все результаты этой работы. Поэтому это общее такое движение. То есть каждый на своем месте работает очень эффективно, очень грамотно, если он на это настроен и тратит на это большое количество усилия, времени, энергии своей. И я могу сказать, что как работает сегодня конструкторское бюро, то есть с каким... Вот мы там были, с инвесторами, их больше всего поражает, что почти все конструкторы, это довольно-таки молодые люди, молодые ребята. Там есть, конечно, опытные, но, как показала практика, в основном сейчас вырастают именно люди, которые уже сами могут проектировать в новых программах, которые могут четко понимать задачу, которую ставят, четко выполнять ее. Поэтому коллектив, конечно, основных конструкторов, которые делают сложнейшие вещи, он, конечно, молодой. И я могу сказать, что таких опытных инвесторов, опытных производственников, которые всю жизнь занимались промышленностью, строительством промышленных огромнейших предприятий, когда они видели такое количество и такие горящие глаза у коллектива, это, конечно, друзья, очень и очень дорогого стоит. Вот. Поэтому, как Алексей... Я почему, когда включился, немножко заулыбался, когда про эту монету говорил, просто у нас есть определенная информация, потому что мы-то с Алексеем, как всегда, владеем несколько больше информации, поэтому мы знаем, что дальше будет с этой монетой, как она дальше будет развиваться. Но, знаете, по законам жанра такой мы знаем, но вам не скажем. Поэтому вопрос такой, что... Совет вам и относитесь, что приобретайте лучше эти монеты. Сегодня это идет как дополнение к пакету, сегодня это идет как такой сувенирная вещь, но поверьте, что через некоторое время эта монета для каждого из вас будет весьма и весьма существенным, как бы таким интересным подарком. Так, придется купить... Да, это в самом деле, так сказать, тут многое, что сейчас придется принимать и принять на веру. Вот. Кандидатской диссертации твоей экономики. Ну да. Вот. Поэтому, друзья, давайте, значит, мы с вами сегодня именно вебинар посвятили и вечером также мы будем обсуждать на аэродинамику, показывать все, потому что те результаты, которые будут в ближайшее время представлены конструкторским бюро и именно как результат работы Института аэродинамики Санкт-Петербурга, то есть мы должны понимать важность и значение и уже с точки зрения экономики оценивать те результаты, которые мы получили, чтобы не говорил нам какой-нибудь умник очередной, что для меня там 001 или 006 это одно и то же и что, так сказать, это просто... Ну, друзья, здесь ничего нет удивительного, потому что многие люди осознать и понять, что мы делаем и как мы делаем, они просто не в состоянии. И мы тоже, видите, сейчас делим для начинающих вебинары, для тех, кто уже это не раз слышал, для того, чтобы вы сейчас вникали и понимали, потому что все, что мы сейчас говорим, в той или иной мере, говорилось уже десятки и десятки раз. И тот, кто был 25 октября у нас на конференции в Москве и 17 октября в Марьиной Горке и слушал доклад, когда... Он все это, друзья, произносил и делал, но должно пройти какое-то время, какое-то понимание для того, чтобы это осознать, принять, и, что самое главное, друзья, оценить, потому что мы многое с вами, что знаем, но не ценим. На сегодняшний момент все-таки информацию, которую мы несем, она весьма ценная и она очень сложная с точки зрения техники. Хотя, вот я сейчас тоже, слушая, как Алексей говорит, что очень многие вещи мы действительно стараемся сейчас доносить доходчиво, просто потому что люди в большинстве своим случаям финансово грамотные, с точки зрения физики все помнят школьный курс, что он когда-то был. И, в общем-то, если не противоречит здравому смыслу, то все мы с вами, в общем-то, понимаем, о чем идет речь, понимаем, что для того, чтобы работала мобильная связь и миллиарды устройств видели друг друга, нужен кремниевая технология, нужен пьезоэффект, нужен модуляторы, нужны системы передачи сигнала и так далее, и так далее. Чтобы летал самолет, должен быть работать закон Бернули, должна быть расчетная подъемная сила Жуковского, должна быть аэродинамика. И все это дело как раз объединяют и делают инженеры. Так вот, мы с вами, друзья, прежде всего должны понимать, что мы с вами в инженерном технологическом проекте. Наша задача сегодня не построение краудинвестинговых систем, не построение каких-то компаний с адресными проектами. Это, друзья, прикладная вещь. Наша задача сегодня это получение технологии, отработка технологии и применение ее в конкретных проектах. И это можно сделать только инженерным путем, только созданием демонстрационных образцов, потом испытательных, потом сертификационных, а потом уже собственно применение в технологии. И этим, друзья, мы с вами занимаемся. И здесь у нас большое количество союзников, сторонников, тем, кому эта технология сегодня нужна. И поэтому, друзья, на сегодняшний момент мы с вами спустя какое-то время дошли до того момента, и меня, друзья, это очень радует, потому что, вот Алексей сегодня упомянул первые вебинары, когда 23 человека и в маленьком окошечке мы там с Юницким рассказывали о технологии, не понимая, кому мы рассказываем, что за люди, кого мы зовем, сколько будут инвестировать, что у нас из этого получится. Но уже, я могу сказать, через два месяца в марте 2014 года мы провели первую конференцию, где приехали вот сегодня все люди, которые уже являются и в руководстве компанией, и те, кто развивают, и те, кто читает вебинары. Потом стали появляться тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Потом появился Марина Горка. А сегодня мы видим и демонстрируем, и показываем и доказательную базу для экспертов Минтранса, и доказательную базу для инвесторов различного уровня, и, соответственно, в научном мире подтверждаем те результаты, которые есть. Это, естественно, друзья, все невозможно, если бы не было технологий. Если бы то, что наработано Юницким за десятки лет, мы сегодня не воплощали в железе, не воплощали в реальной работе. И это, друзья, как раз то, что сегодня нас объединяет, то, что сегодня тот результат, на который мы нацелены, позволяет утверждать, что мы этого добьемся. Потому что технология, она уже доказала свое существование еще 5, 10, 15 лет назад, то сегодня как раз складывается общая система, общая структура, которая ведет нас к тому результату, который мы ставим. И сегодня те оценки и те задачи, которые ставятся по капитализации интеллектуальной собственности, это, друзья, уже не такая несбыточная мечта, как это казалось год назад. А когда кто-то смеялся над теми дискаунтами, которые вводили, на теми пакетами акций, которые есть сегодня, друзья, я могу сказать, что смех этот все больше и больше отходит. А когда будут проходить первые выкупы уже акций, которые реализовывались два года назад, год назад с существенными премиями, и у вас будет право либо продать существенную прибылью с тем, что вы инвестировали, или ждать и смотреть капитализацию этого пакета дальше, а особенно когда будет закрыт вход для краудинвестинга в корневую технологию, я думаю, друзья, что многие улыбаться уже перестанут. У всех сразу возникнет вопрос, а где же я раньше был? И здесь в этом плане очень интересные сейчас вебинары Григория Михайловича Мирошниченко, которые как раз ребята доходят. Ребята, возьмите себе за правило задавать этот вопрос. Поэтому на сегодня это действительно очень важно. Ну что, друзья, давайте на этом тогда мы с теми, кто не будет у нас на вечерних вебинарах прощаемся. Рад, что вы с нами. Давайте, еще раз я говорю, у нас, конечно, существенно меньшее количество вебинаров по сравнению с теми средами, которые мы ввели в СВИК, но я думаю, что информация очень быстро разойдется. Мы также в это же время в среду, где бы мы с Алексеем не находились, у нас за правило всегда ввести вебинары. И как вы помните, мы ввели уже и из Минска, и из Москвы, и откуда мы только еще не ввели, а самое главное, друзья, откуда мы еще только не будем вести наши вебинары, эту традицию мы нарушать не будем, и при всех возможностях, которые есть, иногда бывает, что Алексей ведет один вебинар, я подключаюсь, или наоборот, я веду, потом подключается Алексей, но эту традицию мы нарушать не будем, и дальше вы будете узнавать и новости, и комментарии, и как сегодня анализ, именно технологический, потому что то, что вы сегодня должны понимать в аэродинамике, это очень важно, без этого невозможно понимать ценности технологий, без этого невозможно понимать, откуда будет капитализация, и когда мы говорим, что экономия 20 триллионов долларов, это расчетная величина, которая сегодня подтверждена экспериментально, это, друзья, уже не может быть пустым звуком, это не может быть недоказательной базой, но это надо понимать, и наша задача, как раз, друзья, рассказывать, показывать, наводить, и сейчас мы заявились на огромнейшее количество всевозможных экономических форумов, то есть вот, недавно был Красноярский экономический форум, тут ближайший у нас, по-моему, Ялтинский экономический форум, где мы с Алексеем будем, потом у нас Дальневосточный, потом Петербургский, вот, и мы, друзья, сейчас ставим своей целью и задачей везде доносить информацию, что, ребята, все, что вы ждали, все, что вы говорите с точки зрения роста экономики, уже созданы. Строй Skyway, спасай Россию и строй Skyway, спасай планету, это уже, друзья, не пустой звук, а мы это уже делаем. А ваша задача относиться, принимать, не принимать, помогать, не помогать, мы, в общем-то, это сделаем и без вас. Вот, поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. Всего доброго. Продолжение следует...